Книгами живой библиотеки стали военнослужащие из зоны АТО. Владимир Бурцев уже 11 лет профессиональный военный. Говорит, служба – осознанный выбор. Многие считают, что работа как в пожарке. Пока пожара нет, то хорошо. Пока пожар, хоть увольняйся. Но я, слава богу, к таким людям не отношусь. На службу, на воинскую определился и пошел давно. Полностью осознанно. И поэтому изначально свой выбор, связать свою жизнь с вооруженными силами, сделал, наверное, еще в школе. На столах в библиотеке разложены газеты с материалами о войне на Донбассе. Но все внимание реальным участникам этих событий. Идея мероприятия пришла уже достаточно давно. Мы знаем, что наше население нуждается в таком патриотическом воспитании, что им нужна правда какая-то. И лучшая правда должна прозвучать из уст наших воинов. Поэтому мы организовали такую встречу и выбрали форму новую для нас. У каждого из бойцов своя история. Владимир Бурцев служит в самых горячих точках на Донбассе. Делится своими воспоминаниями. Именно там у нас были, как ребята говорят, братские отношения. У Высоцкого есть такие строки. Сегодня мой друг прикрывает мне спину, значит и шансы равны. Где-то приблизительно на таком уровне. То есть пока мы вместе, как бы эта стена, в которой мы кирпичью были, она была нерушима. Гости живой библиотеки с интересом слушали украинских воинов. Узнавали мельчайшие подробности солдатского быта и ратного труда. Возле меня сидели представители старшего поколения. Они стеснялись, конечно, спрашивать. И все время там, задайте такой-то вопрос, задайте такой-то вопрос. Их это очень волнует, потому что, во-первых, многие сами пережили войну. Некоторые дети войны. То есть это для них опять повторное такое событие, которое ранит их душ. Мелитопольцы помогают военнослужащим переносить трудности фронтовых будней. Недавно здесь объявили сбор книг от населения. Несколько десятков уже передали военным. Изначально по условиям акции предлагалось собрать книги на украинском языке. Но, учитывая пожелания воинов, сотрудники библиотек подготовили и русскоязычную литературу. Дмитрий Злащевский, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5.